привет друзья и подписчики также люди которые смотрят впервые сегодня мы будем снимать новое видео но не по привычному схеме мы не будем сейчас показываем какие-то новые сюжеты в этом видео я хотел бы максимум времени уделить на ответы из ваших комментариев на ютюбе из ваших сообщений на фейсбуке вконтакте в общем хотел бы ответить на ваши часто задаваемые вопросы кстати у нас уже больше 2700 подписчиков хотел лично сказать спасибо каждому кто подписался на наш канал вот я физически иногда не успеваю отвечать на все ваши комментарии поэтому задался целью вот снять это видео и как бы выписал тетрадь часто задаваем вопросы и в этом видео хочу поотвечать на них помогать отвечать на ваши вопросы мне будет моей подружки сейчас мы как раз едем за ними а идет вернее не идет а плывет как каравелла по зеленым волнам отлично поздоровайся с нашими подписчиками ой здравствуйте доброе утро уважаемые подписчики спать хочется но едем прекрасно выглядишь спасибо большое поехали за линкой ты еще снимаешь да поехали звезда моя мы же выехали за тобой прости как доехать а линчика у нас тут вопрос как тебе доехать еще одна телочка елки-халки посмотрите приветник здалась как море это мотокосы познакомься с нашими подписчиками марина как стрижанок стрижанок фамилию поменяла недавно ну что куда едем едем снимать в лес едем на троещину на боковню поехали я обниму тебя чтобы не стало холодней курточка моя так хорошо сидит на ней ну чё смотрим чё стоим давай разружаем бери а ты давай бери это какие шубы мотокосы девочки берем разружаем ты это ты это давай трубы трубы достаем еще и трубы может поможешь да конечно ставь пока здесь пошевеливайтесь куда протрешь дном бери дно протрете берите они легкие сам неси давай давай ребята как я уже сказал в начале видео в этом сюжете мы будем отвечать на часто задаваемые вопросы и одним из постоянных вопросов является вопрос как собрать мотокосу сейчас девочки наташа и алина которые абсолютно ничего не знают про мотокосу без всякого технического образования молодец подожди не перебивай покажут вам что сделать это очень очень легко и просто инструкция есть можете пользоваться интернетом вот вот такие штучки смотрите красивенькие вы можете их использовать можете их использовать можете читать инструкцию ну время время пошло давайте на скорость а вы короче на меня не обращайте внимания я там буду рассказывать вы начинаете сборку так инструкции ищите ищи инструкцию да кстати очень правильно начать с инструкции это далеко не каждому дано я скажу что у нас сегодня в обзоре мотокоса green garden вот сейчас я вам снимаю ее технические характеристики мощность 48 киловатта объем цилиндра 43 кубика объем бака 1 и 2 литра обороты 7000 в минуту рабочие ножчика сильная леска в комплекте скажем так это классическая мотокоса как бы на примере ее вы можете собрать абсолютно любую похожую мотокосу алина будет собирать мотокосу good luck модель gl 5600 беси вот так вот она выглядит характеристики значит объем двигателя 52 кубика мощность 35 киловатта объемы от 9000 до 11000 это ты не туда деваешь но они похожи вы можете подсматривать друг у друга если кто-то уже на собрал часть ума логично молодец так даже вот здесь а еще пайка должна блин логику понимаю это мотор мотору надо присоединить лезвие где лезвие вот инструкция инструкция девочки я уже сказал ты понимаешь здесь просто куча посмотри внимательно вот есть вы не смешайте детали потому что потом не разберетесь не трогай это твоя палочка вот хочу сказать вот это в комплекте это три вот такие очень классные косильные головки усиленные это на листы вместе? нет надо выбрать одну для сборки это просто дополнительная комплектация пожалуйста лишняя от моего набора да вот так не сказал вот в комплекте две усиленных косильные головки такие головки стоят очень дорого и как бы приятно удивлен что вот они идут в комплекте сколько у нас тут ножей в комплекте а я неприятно удивлена что у меня нет картинок четыре ножа в комплекте так я вам чуть-чуть помогу вот вы выберите когда будете собирать либо один нож этот либо косильную головку так я вам чуть-чуть помогу вот эти алин ножи которые у тебя есть в комплекте их все сразу не надо ставить но я поняла их можно поменять да это сменные насадки и две косильные головки у тебя в комплекте есть надо одну выбрать ты либо нож поставишь либо да они одинаковые так я лишние пакеты соберу пока так друзья как я уже сказал в начале видео сейчас я буду отвечать на вопросы которые вы регулярно задаете потому что в интернете иногда не хватает времени всем ответить вот по этой теме по теме мотокосы какие самые задаваемые вопросы первый как обкатать мотокосу в профессиональной литературе Штиль, Хускварна и Оляумак я не встречал пункта где говорилось бы что нужно там первые два часа либо первые два бачка обкатать в холостую как бы ну нету подтверждения каких то вот в литературе но однако такое мнение бытует что рекомендуют ведущие производители они рекомендуют сразу работать техникой то есть не обкатывать на холостую вот к примеру если это мотокоса то начать работу сразу же на полном газу только не на ноже а к примеру вот начать косить траву если это бензопила то какие то мелкие бревна сначала пилить то есть как такого периода обкатки нету дальше вопрос какой бензин использовать здесь как бы более однозначное мнение практически все рекомендуют использовать 92 бензин потому что у него меньше присадок разных как к примеру 95 как бы эти присадки они неблагоприятно влияют на двухтактный двигатель дальше третий вопрос сколько добавлять масла ну в принципе это зависит от производителя вы можете в инструкции посмотреть как ваши производители рекомендуют но чаще всего стандартная пропорция для современных бензопил и мотокос это 50 к 1 это означает на 50 литров литров бензина 1 литр масла то есть на 1 литр бензина 20 грамм масла также бытует мнение что при обкатке стоит добавлять больше масла к примеру там 30 грамм на литр подтверждение в официальных источниках я не нашел но это остается на ваше усмотрение у меня тут еще есть ряд вопросов но я предлагаю посмотреть как там происходят дела у девочек собрали ли они уже мотокосы или нет да что то тоже подхожусь тебе надо закрутить молодец только выбирайте правильно она что не обязательно должна работать ну давай сделайте так чтобы она выглядела вот так как на коробке а где палка? палки вот одна палка по надписям определите чья палка где а если круг уже не крутится да берете ключик и докручиваете ключики в комплекте должны быть да я поняла шестигранички политех да 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 видишь вот здесь такая штучка пестик в пестик течинка в течинку вот такими да закручиваете? да да молодец а это ничего не круче потому что не та насадка а да? короче вручную крутим тоже не та и это не та давай я тогда дам исключение вон смотри вон 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 такой под пакетиком спрятался шестигранички ты уже послушал уже послушал да можете периодически подглядывать если у кого то лучше получается так у меня уже такое ощущение что я пол косы собрала так и есть вот легче вдать косу и косить вручную так это моторчик моторчик холодно да как то да так стоп алина вот мы так у тебя грин гарден у меня что это другое мне не хватает одной трубы это вот эта походу труба да? да смотри написано гринга это твоя а если не до конца закрутить? ну надо докручивай докручивай если до конца не закрутить то в процессе работы она может отлететь какая-то пипетка ого наташ я знаю я уже оценила размеры а это надо откручивать? чтобы оно зашло туда ну если там есть дырочка на штанге значит надо откручивать есть оно попадает в дырочку? да если оно совпадает то значит надо значит оно очень оно жирное да? смазка ну должна радовать а мне сил нету Ром поможешь? на какая-то пипетка подержи камеру давай я посильню алина алина проси Рому помочь у тебя сил тоже не хватит ну и с другой стороны можно блокировать сильно все мне хватит продолжаем продолжаем на ну у тебя уже не вставлен этот болтик выбери такой же болтик как у Наташки и вставлю вот так чтобы штангой закрепить им так давай не ломай технику так мы продолжаем следующий вопрос какой расход топлива сразу скажу что точных данных нету потому что косят все по-разному но если брать средние данные по отзывам потребителей то примерно 800-900 грамм топлива хватает на один час работы так есть ли разница между дешевыми китайскими косами или какая китайская мотокоса самая лучшая да есть огромная разница между ними всеми если так мы можем условно поделить на три класса это самые дешевые варианты которые очень кустарно собранные работают они недолго есть модели получше которые там используют ну лучше материал для для комплектации может быть шире комплектация есть ну скажем так китайские модели очень и очень достойного качества ну я думаю мы еще снимем детальный видеообзор поставим здесь примеру 7 видов мотокос и детально расскажем вот чем они отличаются какие-то нюансы расскажем ну пока скажу так что да действительно есть разница отличаются они очень сильно по качеству дальше следующий вопрос как уменьшить расход косильной лески скажу сразу что какую бы качественную леску не поставили все равно она будет изнашиваться потому что это расходный материал как уменьшить расход лески можно поставить немножко толще леску чем она стояла по стандартной комплектации но не намного потому что это будет создавать нагрузку на на мотокосу может произвести к износу двигателя преждевременно вот пример если в стандартке стояла там леска у вас 24 можно поставить 2,7 но не толще алина может тебе помочь поддержать эту штучку я сама я смотрю отлично получается у тебя да пока все отлично девочки читаем инструкцию читаем поглядываем вот вот она лежит она без картинок у Наташи с картинками у меня без картинок инструкция учтите в Грингарден инструкции лучше повоюют да вот отзыв настоящий отзыв скажи настоящий отзыв в Грингарден постарались и сделали нормальную инструкцию с картинками а вот то что у меня какая-то красная пила коса там конечно креатива не хватило поэтому я все на ощупь слепую все сама я не по инструкции делаю по инструкции тут написано сначала что надо моторчик собрать а я решила что может сначала собраться блин Ром как-то туго идет ну не знаю поплюй туда мужик должен плевать вообще-то мужика мне немедленно да смотри она уже почти полностью собрала все а детали остались лишние вот смотри вот эту штучку еще не прикрутила нам прикручивая это отсекатель лески нет это лишняя это лишняя штучка объявляю акцию тот мужчина который поможет мне собрать эту мотокосу получит от меня приятный сюрприз пока это секрет какой но уверена он будет приятным не сомневайтесь разрекламировала по которому помогать собирать косу сразу давай где мой мужик мы телефон твой под видео разместим да без проблем только помогите собрать косу о я собрала да молодежно я молодец не спеши вон посмотри Наташа уже тадан почти уже полностью собрала ну потому что у нее гренгарден у тебя сейчас такая антиреклама у этой белой видео ну блин сейчас я и виновата что у нее инструкции нет инструкция есть без картинок и без мужика инструкция без мужика не инструкция алина для чего ты снимаешь в этом видео надо правду сказать да ради губ не ради денег ради губ а тут я тоже что вы сделаете если вы будете знаменитыми видео наберет миллион просмотров знаменитыми мы не хотим быть а если наберет миллион просмотров то ты нам проспорила гиалуроновые губы две штуки две штуки или две пары нет так получается 4 раз два три ну две пары четыре все пожалуйста посмотрите нас один миллион просмотров всего лишь навсего и у нас будет счастье Даже если бы мы смогли собрать эту пилу без мужика, без инструкции, то, я думаю, вам будет не сложно. Ну и губы. А мы сделали это. Собрали все. Тяжело было? Нет. Но был бы мужик, было бы попроще. Да? Да. А что было самое тяжелее сделать? Раскручивать. Сила нужна. Раскручивать и вкручивать. И закручивать. Туда отошло. Сил не хватает. А так все очень просто. Четыре детали. Несмотря на инструкцию. И коса готова. Приклама? Да, нет. Осталось научиться вот этой штукой пользоваться. Я думаю, ее надо вверх с ногами. Я думаю, ее так надо держать. Я думаю, нужно сносило, чтобы ее... А у вас тоже есть коса? Нет, но я вижу, как работает и улетит. Ну вот, видите? Научить этих безграмотных девиц, потому что они только знают, что губы качать себе, да? По тренажерам ходить. Ну, это полезно. Покажите, да? Не, ну вот так. А ремни должны вот так. Так, на плечо. Вот, кнопки включения, выключения. Ну, это регулируется. Вверх-вниз порожки, да, для удобства? Кого длиннее, руки в кого короче. А как у вас звали? Виктор Иванович. Виктор Иванович. Виктор Иванович, мне тоже дочь в рекламную. Нет, дело не в этом. Должны же быть еще ремни. Ремни есть, сейчас мы. А, ну да. Мы еще не успели их одеть. Ну, одет аж паспорт, реклама. Мы их сами, видите, собрали. Да? Да, только что. Ну, молодцы. Руки покажи. Вот, они грязненькие. Так ты и пришла с такими. Рабочие ручечки. Спасибо вам. Надену не в этом. А все, не нравится? Так, вес, а какой вид тут вес? Килограмм на плечах держит. Шесть? Да. Это общий вес. Так она же на ремне будет. Да, на ремне, да. Сейчас мы будем испытывать девочки. Сейчас оденем... Сейчас оденем ремни, девочки скажут, тяжело или нет. Вот эта режущая часть, лопасти, должна быть параллельна земле. А если вот так, то она не будет. Нет, она же будет висеть на ремне. Да, так вот ремень должен и вот. А вот эта должна параллельно быть, да? Да. Тогда она будет с этими вот. Лопасти. Лопасти не срезать землю. Эта, траву. Ну и землю тоже. Ха-ха-ха. Спасибо. Зелененькое, берите маню. Ну, прикольно. Работаем, работаем, девочки. Ну, это прикольно. А тяжело вообще? Нет. Ну, просто у меня крутой ремень по сравнению с вот этим вот Грингарденом. У меня вот он. Все на спину, а не на плечу. Зато инструкция круче вот зеленый. Ну, а так, в принципе, мне кажется, что они очень подобные. Угу. Загрузка на плечу и у тебя на спину. Да. 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 Угу. 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 Нам, поснимай. Скажи там что-то. Что мы уже отсняли. Мы уже отсняли. Мы все отсняли. Мы молодцы. Ну, теперь остается ждать. Надеемся, вам понравится. Все будет красиво, хорошо. Если вам будет казаться, что мы тупим, вам не кажется, мы реально там тупили. Ну, а на самом деле пилу собрать достаточно... Косу. Косу. Ну, простите, я просто хочу уже собрать пилу. Если смотрят девчонки, девчонки, чисто из принципа, смотрите чаще. Если смотрят парни, милые, любимые, замечательные мальчики, смотрите тоже чаще. Знаете, если девочки смотрят, то это чудесная возможность выкиндриться перед своим молодым человеком, что вы умеете собрать косу. Не пилу. Да, косу. То есть, коряло ее собрали там половину, не туда половину. Некоторые мужчины, рядом сидящие, думают, что мы ее коряло собрали, но другие рядом сидящие умные девушки точно знают, что мы ее собрали идеально. Да. А вот мужчины не собрали. Все, друзья, смотрите и помогите нам... Блин. Помогите нам на губы собрать. Ой. Все, суши уже устали от вас. Устали. Помаши ручкой. Он нас заставляет всякую гадость. Видимо, от него устали побольше видеть его рожу каждую видимо. Отключайте уже. Нет. Нет. Нажми кнопочку. Вот такую. Вот эту? Да. Нет. 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 Продолжение следует...